Скажите, можете ли Вы назвать себя богатым человеком? Конечно нет. Я отношу себя к этой категории. Не секрет, что... Я медик, я врач. Соответственно, врачей в нашей среде, в нашей России, в нашей стране, богатых нет. Если это не владельцы какой-то частной клиники, если это человек, который работает в государственной клинике. Увы, это так. В этой связи у меня к Вам вопрос. Не секрет, что обучение у Михаила Юрьевича Шестова достаточно затратно. Как Вы оцениваете соотношение потраченных денег и уровень полученных знаний? Я такой человек, что я никогда не жалею о том, что я сделал. Если я приняла решение, значит, соответственно, я подумала. Несколько раз прежде, чем принес к вам это решение. Я считаю, что я это сделал не зря. Я считаю, что время, проведенное здесь, мне пошло исключительно на пользу. Во-первых, я познакомилась с уникальным человеком, с уникальными способностями. То, как он быстро может говорить, как может быстро читать, как может быстро печатать, это вообще просто для меня совершенно потрясающие способности. Я думаю, что вряд ли найдутся в России еще такие люди, которые смогут повторить, наверное, то, что он делает. Потом саму методика очень интересна. Интересно. Мне понравилось очень то, что Михаил Юрьевич показал, что, во-первых, изучение языка – это достаточно трудная, сложная работа. Что это не так просто, что, прослушав курс двухнедельный, можно овладеть языком. На самом деле это, конечно, не так, но он показал то, как это можно сделать, как можно добиться улучшения произношения, как можно обогатить, скажем, свой словарный запас, обогатить свои знания. Мне очень понравилось то, что он показывает структуру языка, как он устроен, почему так, почему не так нужно произносить, или как построены слова. Поэтому я думаю, что все это на пользу для того, чтобы в дальнейшем заниматься языком и совершенствовать его. Последний вопрос. И тоже. То есть вы не жалеете о потраченном времени и заплаченных деньгах? Конечно, нет. Спасибо вам большое. Мы будем рады видеть вас снова у нас. Спасибо.